Первый учебник географии был издан еще во времена правления Петра I и назывался «География или краткое земного круга описания». География – одна из древнейших наук. Как самостоятельная область научных знаний, география появилась задолго до нашей эры. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в I веке нашей эры. Расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, который отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Меркатор наиболее известен как автор картографической проекции, носящей его же имя. Он впервые применил эту равноугольную цилиндрическую проекцию при составлении навигационной карты мира на 18 листах. В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт. Особенную популярность география получила в эпоху великих географических открытий, когда были открыты Африка, часть Азии, Южная и Северная Америка, Австралия, а также существенно продвинулась вперед такая область географии, как картография. 10 марта 1710 года, то есть 312 лет назад, вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Предположительно, он был переведен с голландского языка. Учебник представлял собой издание форматом 10 на 15 сантиметров и состоял из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двухстраничного реестра. В книге были описаны земные круги, экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы, а также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки и Австралии. Отдел рукописей и редких книг Казанского университета хранит в своих стенах «Атлас», выпущенный в Санкт-Петербурге в 1743 году. Стоит упомянуть, что это первый полный «Атлас» Российской империи. Азия в учебнике географии или краткое земного круга описания сравнивается с раем. Первозданный человек Адам был в ней сотворен, говорится в этом учебнике. Что же касается территориальной целостности, то Азия описывается как поделенная на шесть частей. Первая из них под властью великих царей московских. Вторая – под игом держанства турецкого. Третья часть – пустынных степей, покрытых селением бесчисленных калмыцких, татарских и прочих в кущих живущих народов. Четвертая часть – под правлением сильного хана китайского. Пятая часть – индийская, переисполненная богатством великим. И шестая – принадлежащая шаху персидскому. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз.